Именно Бартеневс в истории района положили начало промышленному развитию нашего края. Они начали первыми разработку природных богатств – известняка. На крутом склоне Малого Иргиза была произведена первая выемка камня. Постепенно его разработка переходила во внутрь склона, в котором делался большой высокий проход, куда могла заходить лошадь, чтобы выволакивать большие куски вырубленного известняка. От центрального прохода камень веерно вырубался в так называемых залах. Они напоминали полушар. Такая полусферическая форма, как оказалось, предотвращала возможные обвалы, но не математические расчеты. И знания конструктивных архитектурных форм подсказали нашим предкам самый надежный и безопасный способ добычи камня. А просто так, по кругу, его легче было выпиливать пилой со специально нарезанными зубцами. Это потом камнейрезы заметили прочность получившейся полусферической конструкции и стали применять свое открытие в быту при строительстве погребов. Добычу камня производили после окончания всех полевых работ. Этот промысел являлся дополнительным заработком для крестьян. Один сажень камня стоил 3 рубля. Один кубометр – 7. Добываемый известняк сортировался по плотности, крепости и по размерам. За первый сорт давали 7 рублей за кубический метр. Второй стоил 5,5 рублей. А третий – 4,5. Несортовый камень не продавали. Большая была эта цена или маленькая? Судите сами. Как утверждают старожилы, хорошая тогда корова стоила 25-30 рублей. Лошадь – 50-60 рублей. Камень доставался тяжело. Процесс этот был очень трудоемким. Один кубический метр добывался за 2-3 дня. Но и спрос был на строительный камень большой. Его покупали со всей округи. Самарская счетная палата выделила специальные деньги для покупки камня с малого Иргиза при ведении строительных работ и в Самаре, и в губернии. Из Бартеневского камня было построено 9 небольших мостов на почтовом тракте от Ивантеевки до Николаевском и 4 в сторону Самары. Одним из них является Красный мост, возведенный в 1903 году через реку Сухой Иргиз, что ныне у поселка Знаменского. В городе Николаевск многие купцы строили из этого камня свои особняки и торговые лавки, сохранившиеся до сегодняшнего дня. Своды подземных помещений Пугачевского собора выполнены тоже из нашего камня. Применяли свой камень строительству и сами барсеневцы. Из него сооружали дома и сараи, погреба и бани. Местный кирпич обладал бесценным свойством. Летом он холодит, зимой греет, а для бани и не сыскать лучше. Дикой и крепкий банный камушек так характеризовали Бартеневский известняк людям.